МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Елена Катаджина в ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заброшенные и пожароопасны. Есть ли перспективы благоустройства территории бывшего военного госпиталя на набережной Гзене? Валдайские колокольчики для ФИФА. Как отливается уникальная фирменная продукция грядущего чемпионата мира по футболу? Из чего были сделаны первые железнодорожные билеты? Поезд-музей открыл для новгородцев неизвестные страницы истории. В середину мая автовладельцы уже могут опробовать первый отремонтированный участок областной дороги. Это результат того, что аукционы были проведены в апреле, и сейчас подрядчики вовсю заняты делом. Один из участков, вошедших в план ремонта на 2018 год, первые шесть километров дороги Боровичи-Каегощем. Замена асфальтного покрытия здесь уже завершена. Теперь, как рассказывают подрядные организации, а это ДСУ-1, осталось установить дорожную разметку и дорожные знаки. Впрочем, результат водители могут оценить уже сейчас. Вроде нормально. Вот на Боровичи Акуловка хорошо отремонтировали. Отлично. Вот, приятно ездить. Теперь на очереди у подрядчика следующий участок дороги Спасская поле с Малой Вишера-Любытино-Боровичи. Первые 15 километров уже отфрезерованы. Впереди еще 35. Рабочие уверяют, что все ремонтные работы завершатся здесь к концу июля. Погода позволяет, да и задействовано больше 30 единиц техники. Общая стоимость контракта по ремонту этих участков почти 450 миллионов. Всего же в нынешнем году область получила на дорожные работы 1 миллиард 250 тысяч из федерального бюджета и 97 миллионов на строительство дорог к объектам сельхозназначения. Полный список магистралей, которые будут отремонтированы, опубликован на сайтах правительства и Новгород Автодора. Грозовой фронт, прошедший по области минувшей ночью, ЧП не принес. Впрочем, расслабляться не стоит. Осадки и усиление ветра до 18 метров в секунду могут повториться. И кто знает, какие еще сюрпризы готовит нам природа. Вот такую красоту наблюдали жители областного центра в половину восьмого вечера. Радугу весной и летом. После дождиков мы видим нередко. А вот двойная радуга – это уже чудо природы. Согласно приметам, если вам повезло его наблюдать, значит, впереди большая белая полоса. Время, в которое мечты будут исполняться. А утром внимание многих новгородцев привлек сильный туман, который накрыл Кремль и пешеходный мост. Скорее всего, это был подарок от озера Ильмень. В город его загнал на полчаса южный ветер. Во всяком случае, по данным МЧС, речь не идет о каких-то сильных пожарах в Паазирье. А вот первый лесной пожар уже отмечен. На территории Хвонинского лесничества тушили около тысячи квадратных метров угодий. С огнем справились сами работники лесхоза. Устранены последствия происшествия и в поселке Панковка. Как мы рассказывали, накануне вечером в результате пожара на теплотрассе без горячей воды там остались шесть многоквартирных домов. Подоснабжение было восстановлено после 22 часов. Специалисты тепловой компании заменили пострадавший участок трубы также в планах замена теплоизоляции. Стоит отметить, что предположительной причиной ЧП стали подростковые шалости. Загорелась трава, лежавшие на ней покрышки, затем огонь перекинулся на теплотрассу. В МЧС напоминает, в области продолжает действовать особый противопожарный режим. Палы травы категорически запрещены. Новгородцы уже сбились со счету. Который раз на дня горел бывший военный госпиталь на набережной реки Кзень. Здание в центре города, а его вид и состояние ужасают. Это мягко говоря. Мэрия рассчитывает сбыть его с рук. Вскоре состоятся торги. Быть может, новый собственник наведет порядок на этой территории. В куче мусора и сломанная мебель. Некогда военный госпиталь сейчас разваленный и пристанище для бомжей. Здание регулярно горит и разрушается. Но кажется, кроме как новгородцам и журналистам, до этого больше никому нет дела. По крайней мере, бывшего собственника Минобороны судьба здания заботила не сильно. Статистика спасателей. Только за три последних года госпиталь в центре Великого Новгорода горел на минуточку 15 раз. Минобороны штрафовали за разруху, но ничего не менялось. И с завидной стабильностью постройка продолжала гореть. Здание заброшенное. Долгое время не эксплуатируется по назначению. Соответственно, дверные проемы все. Свободный доступ имеется. Какие категории лиц здесь собираются озвучивать, смысла особого не вижу. Но во всех случаях неосторожное обращение с огнем. Первым делом огонь охватывает строительный мусор, поясняет Андрей Шкадяк. А дальше как повезет. Точнее, как успеют пожарные. От их скорости реагирования и ветра зависит, перекинется ли пламя на соседние жилые постройки. Пока, к счастью, очаги возгорания успевали потушить вовремя. На днях полыхала кровля. И это уже горели 600 квадратных метров муниципальной собственности. 20 февраля здание передали в собственность города. Поэтому город и занялся вплотную этим имущественным комплексом, чтобы найти собственника и привезти. И собственник привел данную территорию в надлежащий вид. Сейчас у нас объявлен конкурс, который должен состояться 18 мая. Потенциальных собственников, которые хотят купить здание и землю в центре города, двое. Оба внесли залог по 6 миллионов рублей. Кто они, Олег Позняков пока не разглашает. На вопрос, что бизнес хочет построить на месте госпиталя, говорит, скорее всего, это будет гостиничный комплекс. Юлия Бабич, Олег Федоров, новости. Новгородское областное телевидение. Шестиклассница второй новгородской школы Аделина Антонова вышла в суперфинал конкурса «Живая классика». Накануне вечером она стала одной из победительниц финальной части, которая прошла в знаменитом Артеке. В финал вышли 18 ребят. Все они преодолели школьные, муниципальные и областные этапы. Конкуренция была просто сумасшедшая. Всего в конкурсе чтецов участвовали почти 2,5 миллиона человек. В финале Аделина читала отрывок из рассказа Оскара Ремеза «Моя бабушка Яга». Девочка получила от жюри очень высокие оценки, в том числе от народного артиста Российской Федерации Андрея Соколова. Вот когда я вырасту и стану хорошо зарабатывать, я обязательно бабушке буду деньги давать, чтобы ей больше в бабу Ягу не превращаться. Бедная бабушка из-за мандаринов на такое пойти. Поздравляем Аделину и желаем ей успеха в суперфинале. Он состоится 6 июня в Москве. Новгородская область будет представлена на чемпионате мира по футболу. Накануне мы рассказывали о том, как наши музыканты борются за право участия в церемонии открытия. А еще именно у нас изготавливают специальные колокольчики для Федерации ФИФА с символикой предстоящего Мундиалия. Наталья Савицкая убедилась, новгородские народные промыслы и грандиозный мировой футбольный форум уверенно идут навстречу друг другу. Это заказ на чемпионат мира по футболу. Сувенирный музыкальный инструмент проходит последнюю стадию. На него наносят гравировку. ФИФА, мировой чемпионат, Кубок России и официальный талисман игр «Волк Забивака». Подтверждение официальное, лицензированное, торговый знак ФИФА. Сувенирную продукцию для футбольного праздника здесь с легкостью готовят без отрыва от основного производства. Сначала отливка заготовки, потом она протачивается, полируется до блеска. Все этапы, как в 19 веке, только технологии современные. Ну и требования тоже. И обычные валдайские колокольчики. И те, что сделаны для ФИФА, должны отменно звенеть. Это самый музыкальный участок производства. Здесь колокольчику добавляют баёк, ну или язычок. Сейчас я попробую это сделать. Наверняка у меня получится не так ловко, как у мастера, который работает здесь постоянно. Кажется, дошёл. И колокольчик обретает голос. Настоящий валдайский звон. Каждый день через руки мастера проходит около трёх сотен колокольчиков. Каждый нужно прозвенеть. Небольшая трещина – литейный брак. Такой музыкальный инструмент отправится на переплавку. Голос не тот. Звук такой, тусклый. То есть это вот бракованный колокольчик. Если хотите, вот тут вот трещинка есть. Если увидите тут. А вы на этот пост сотрудников с музыкальным слухом набираете? Нет. А оно слышно. Я не знаю, нет, не с музыкальным. У меня его нету музыкального. У меня медведь на ухо наступил, это точно. Ещё в детстве. Ну, звон-то слышно же. Сейчас новгородское литьё – это настоящий конвейер. А в 90-х первым в серийное производство поступил колокольчик номер 4. Это такой размер. Диаметр 5 сантиметров. Чистейший и звонкий звук. И с этого всё началось. Всё больше, больше, больше. Но сейчас я думаю, что мы, возможно, самый большой производитель в России колокольчиков по количеству. Возможно, не уверен. Каждый день здесь выпускают партии по 300-600 штук. Так что изготовить 2000 экземпляров с символикой чемпионата – даже в сжатые сроки. При таких объёмах производства задача несложная. В принципе, у новгородского литья каждый заказ – специальный. И изготовление этой партии не является чем-то выдающимся. Но всё-таки определённую гордость работники предприятия испытывают. Футбольный чемпионат мира – событие знаковое. Приятно, что с его логотипом по всему миру разлетится и одна из визитных карточек Новгородской области. Наталья Савицкая, Галуз Гивандзян. Новости. Новгородское областное телевидение. Сегодня официально дан старт подготовки к празднованию 75-й годовщины освобождения Новгорода от фашистов. Как рассказали на Первом оргкомитете, памятные мероприятия будут, во-первых, действительно масштабными, во-вторых, насыщены новыми интересными идеями. Бои за освобождение Новгорода начались 14 января 1944-го. Бойцы 59-й армии в белых халатах, на аэросанях и с орудиями, выкрашенными в белый цвет, по льду Ильменя подкрались к немцам и захватили плацдарм на западном берегу озера. Этот эпизод вдохновил организаторов юбилейных торжеств на масштабную историческую реконструкцию. Она состоится вечером 20 января на берегу Волхова у Кремлёвской стены. Самый интересный еще момент, что сопротивлялась на первых порах нашим войскам немецкая комница. Она была, естественно, смята. Один из эпизодов, который предлагается реконструировать, это битву о сражении аэросаней и немецкой кавалии. Есть уже предварительные договоренности, как можно изготовить было бы такие аэросани. Есть и лошади с садниками, готовые принять участие. Еще одним ярким событием станет мультимедийная инсталляция. С помощью современных технологий Софийский собор, Владычная палата и лекторий на несколько минут станут такими, какими они были в январе 44-го. Также пройдет акция возвращения в освобожденный Новгород. Всем желающим предложат в одежде того времени пройти по главным улицам города. Празднование юбилея освобождения обещает быть масштабным. Не скрою, что мы даже обговаривали такой вариант и будет подписано письмо губернаторам пригласить на этот праздник президента. Но вот для участия, соответственно, понимаете уровень и масштаб события, которое будет происходить 20 января. Также 20 января планируется организовать парад военнослужащих и техники, современной и исторической. У каждого мемориала пройдут митинги и возложения цветов. К этому времени все памятные знаки в черте города будут приведены в порядок. А закончатся празднования по традиции большим салютом. Вероника Лебедева, Олег Федоров, Новости. Новгородское областное телевидение. В правительстве Новгородской области сегодня состоялся брифинг, посвященный запуску проекта «Кадры будущего для регионов». Его инициаторами выступили агентство стратегических инициатив, а также губернаторы семьи субъектов страны, в их числе Андрей Никитин. Кадры будущего для региона – это новая система поддержки и сопровождения талантливой молодежи. Той самой, что мечтает не о столицах и работе в крупных корпорациях, а уже в юном возрасте задумывается над тем, как сделать жизнь в родном регионе лучше и комфортнее. По нашему личному убеждению, что без качественной подготовки, уже начиная со школьной скамьи кадров, будущее для нас будет очень и очень затруднено. Для участия в отборочном туре школьникам необходимо написать эссе на тему «Будущее Новгородской области». Принимаются работы до 20 мая. На сегодняшний день в проекте приняло участие уже 240 юных новгородцев. Список победителей, которые и станут слушателями губернаторской школы в июле этого года, огласят в день защиты детей. Инициатива направлена на детей, школьников в возрасте от 14 до 17 лет, которые высоко мотивированы, которые обладают определенным потенциалом и направлены на развитие своего региона. А уже осенью начнется кропотливая работа над проектами. Помогать школьникам будут студенты вузов, преподаватели и наставники, в число которых войдут предприниматели, политики и общественные деятели. Победители отправятся на профильную смену в Артек. Лучшие идеи будут воплощены в жизнь на территории нашего региона и, возможно, тиражированы на всю страну. Великий Новгород посетил поезд музея. Всем желающим рассказали об истории развития железных дорог. Алена Сувцина, в числе экскурсантов, познакомилась с уникальными экспонатами. Состав из трех необычных вагонов на первом пути Новгородского железнодорожного вокзала прописался всего на два дня. Билеты в кассах на него не купишь, вход свободный. Отправление в путешествие во времени каждые два часа. Увидеть, с чего начиналась история железнодорожного сообщения в нашей стране, можно в вагоне музея. Лапти, молоточки, фонари и семафоры. И даже первые билеты из латуни. На самой первой в нашей стране железной дороге, царско-сельской, билеты изготовлены были из металла. Это были латунные жетоны. Их количество было строго определено, потому что и количество вагонов, и количество посадочных мест в подвижном составе царско-сельской дороги было четко известно. Пассажиры приобретали билеты, и при посадке в поезд они сдавали их кондуктору. Кондуктор возвращал билеты в кассу, и на следующий день из раза в раз билеты использовались постоянно. О романтике железных дорог рассказывают по соседству в вагоне охраны труда. Путешествие под стук колес в современном мире можно совершить буквально в любую точку страны. Рельсы и шпалы раскинулись от Мурманска до Владивостока. Стать частью этого большого путешествия, еще лучше возглавить его, мечтает юный новгородец Игорь Ларионов. Я мечтаю быть машинистом Сапсана в будущем. И будешь учиться? Угу. Вот сегодня ты что-нибудь новое узнал про железную дорогу? Ну вот я, конечно, очень... У меня дома очень много книг про железную дорогу. И вот я их читаю, и поэтому я нового практически не узнал. Чтобы осуществить свою мечту, мальчишке надо немного подрасти, пройти обучение. Пока же будущему машинисту стараются объяснить, что железные дороги – это не только романтика, но и большая ответственность. Да, романтика, но ответственная романтика. В первую очередь это ответственность, большая ответственность, поскольку за плечами это или груз, 6 тысяч тонн – это не шутки, жизни людей. А еще железная дорога – это большая опасность. И об этом сотрудники информационного поезда буквально через слово повторяют ребятам. Соблюдать правила на железнодорожных переездах не просто желательно, жизненно необходимо. Тот самый случай, когда уступать дорогу надо сильнейшему. Многотонная махина затормозить в один миг просто не в состоянии. Алена Сувтина, Савва Ушаков, Новости, Новгородское областное телевидение. Всех, кто любому транспорту предпочитает собственные ноги, приглашают на большой старт в субботу и 19 мая в Великом Новгороде – праздник спортивного ориентирования. В последние три года площадкой для ориентировщиков становился Акуловский район. В субботу российский азимут возвращается в областной центр. Причем дистанцию участники соревнований будут преодолевать не как раньше в Юрьеве, а в самом центре Великого Новгорода в Кремле и прилегающем к нему парке. У всех любителей спорта, любителей спортивного ориентирования будет уникальная возможность преодолеть те маршруты, которые преодолевали сильнейшие российские ориентировщики. Помните, что в прошлом году здесь в Кремле у нас приходил чемпионат России по спортивному ориентированию, где принимали участие многократные чемпионы мира, Европы, всемирных игр. Поэтому я думаю, это будет очень интересно и все желающие могут соприкоснуться с этим интересным видом спорта. Планируется, что на старт выйдут около тысячи участников от 12 лет и старше. Соревнования пройдут в 8 возрастных группах. Российский азимут будет проходить в рамках регионального проекта «Будь в спорте». Субботние состязания дадут старт летнему сезону мероприятий на открытых площадках. Принять участие в соревнованиях по спортивному ориентированию российский азимут в Великом Новгороде может любой желающий. Регистрация открыта до вечера пятницы. Все подробности можно узнать на сайте регионального министерства спорта. Это все на сегодня. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды на четверг, 17 мая. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин